здрасте друзья мои это вот наш линдон значит сегодня 2 мая с утра пораньше сейчас уже время сколько уже это около 8 часов с утра пораньше проверял пешалок по одному по 2 по 3 выкидывал где-то до обеда но когда обедать наверно до пол второго ясны солнечные какое-то да там штук наверно 40 песку на были голубяки чужого не привели это кустого там походу а тут значит друзья мои резко с артуром я сегодня даже разговаривал сачага глухат там чё у нас горит дождь горит не пригрожает я бы не у нас там погода прямо бомба вообще чудо вообще чудо-чудо кстати сегодня вот на данный момент у меня и небе нет ни одного голубя представляете голуби все открытые вот видите да то все двери открыты голуби на улице да в небе ни одного голубя у меня нету хотя небо ясно да там не только с голуби нету небе вообще ни одной птицы нету не ласточек там не ворон ничего нету вот она сейчас потянул посмотрите приведу по небу ничего не существует небо пустое нету ни одной птички в небе так вот дорогие мои но мне как бы были ролики я там показывал эти ролики когда резко голуби камнем начали падать и потом буквально это да как свёдор выливал обновь речки по даже показывал какие речки текли по улицу сегодня была аналогичная ситуация да все попадали все и при том сверху вот как копчик гоняется как копчика от копчика падали закрывались и пикировали вниз ну буквально с последним песку но и я еле до дома добежал с ведра начала лить вот была такая ситуация ну вот теперь объясните дорогие мои а с чем это еще раз я как-то эти вещи показывал а с чем это связано то нас многие ребята говорит вот туманом накрывает там это да там голуби пропадают там они же не знают что их там туман накроет там ветром уносит да там а как же вот эти узнали понимаете я берут последний песку сел кстати вот таких размеров и жалко вот последний силы я еле до дома добежал вот мелочок кое-как на данный тон красавчик сердечко хорошо и у меня там ну около полутора тысяч роликов есть друзья мои ни в одном ролике вы не увидели что мне в небе нету голубей не бывает такое что у меня кто-то не летал и ночью садятся и как только открываю сходу они уходят понимаете а почему сейчас ты нету понимаете в небе нет ни одной птицы туда же я показываю чужак прибился камни тоже вместе с ними падал вот этот белоголовый по моему белохвостый там похвоста вроде нету буквально ну минут пять тому назад дождь прекратился и вот я вышел как раз подмел здесь вот этот дождь убрал чтоб покормить голубей на улице ну вот теперь смотрите дорогие мои как это так я ведь не рассказываю я все это показываю и помимо того что показываю и объясняю почему это так понимаете ведь у нас же многие там ну даже с мишей разговариваю там уже в казани живет ну а сами знаете там пельмяки птица да вот это почти как родина вот эта птица там усилия птица там как бы была 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 говорит там ребята да говорит пойдем продадим дадим тебя хорошие голубей 5-6 часов спокойно летают с удовольствием только зимой не не-не-не-не мы зимой не гоняем чем мешает зимой гонять весной гонять летом гонять короче а ничего там как мы зимой выходим на улицу вот она видео чужак ко мне придется как у белоголовый но это этот и елецкий по моему усаки елецкий так называют по моему да что меняет но зимой да понятно мы когда с дома выходим мы выходим там куртку надеваем свитом надеваем шапку надеваем потому что холодно летом там можем там майки там в это да там в рубашке в шортах там потому что жарко давайте ну а у голубей то по-другому понимаете но для голубей еще не придумано не шапки и куртки и бушлаты ничего не придумано у них все на них находится понимаете то есть какая разница голуб когда летит зимой летом или летит крыльями может зиму не укрыли отваливается весной они вырастают глупо как бы если они есть то они стоят то нет и вот он констатации факта дорогие мои ни одной птицы в небе нету не только голубей нету и воробей нету скворцов нету ласточек нету дорогие нету там и всякие витюдни вях или там разные дикие птицы но мне надо посмотреть чтобы он зайдет надо сразу убирать отсюда нашел но убирать я в этом случае не имею ввиду там как я своих убирают больных просто надо будет не давать чтобы она мне голубять не зашла надо будет поймать и отдать тем который держит этих голубей но мне сосед завел ему отдам будет радоваться да вот странно да даже вот пешалки срываются на верхней тут почему-то непонятно то же самого помните я показывал когда вечером голубей поднимал что-то они не пошли в ночь на вот ночью садились с точки садились голубей а вот верх не ушли как как это понять всю ночь летают там туманом накрывает или это делает это понимаете дорогие мои я уже сотни раз объяснял добиваться времени лета не составляет никакого труда абсолютно если кто-то там думает что это проблематично нет очень быстро буквально нескольких поколениях можно получить хорошие результаты по времени точно также по бою то что также по красоте но вы получите одноразовую птицу то есть эта птица может сегодня отлетать там 10 часов завтра может 12 отпитает а послезавтра нибудь не вернется понимаете либо копчик заберет либо пропадет либо ночи мозгов не хватит что надо домой идти понимаете то есть там почему потому что но селекционера понимаете во первых генетики это очень серьезная наука очень-очень серьезная наука даже сами сильные специалисты по генетике они не знают на выходе что получит нужен как тоже вот на днях мне из молодых ребятам вопрос задавал дамы пишет где дядь гаги там эти до гена по ком передается уши много все прекрасно знаем что основную там где-то процентов 80 генов передается от голубей но и не только у голубей вообще во всем живом в этом мире там всегда самки ищет сильных самцов то есть если самец не подходит она не будет спороваться с ним то есть ищет сильных самцов те же самые львы да там короли животных если они уже все постарели ослабли вместо них приходит молодые уничтожают все потомство их не почему-то потому что это потомство уже гены слабые стали эти потомство они уже не нужны будут всегда как бы до сильный кровь нужен а вот именно вот какой ген от кого-то пойдет да ну там приняли пример якобы паровали черного голубя с белой голубкой песку он вышел белым и наши селекционеры решили что гена передается по голубке то есть это да там 1 песку на вышел от черного и белого белый песку он значит все тут уже бабки не ходи гены идут по голубке они по голубям но им этого было достаточно понимаете ну во первых в этом в этих живых организмах очень много генов находится там не только по цвету ген находится да там по моему 1 ханя по моему фильмы когда он снимается там вот это мой там внук когда родился там вот точно или там не помню какой-то там фильм точно как у меня на нигде совсем не похожи нос точно как у меня да нет совсем не похожи но там поэта да не гид эта девочка там это вообще не похоже понимаете ну это конечно юмористический фильм лучше но на самом деле гена не во первых минимум всем поколений передается минимум всем поколения то есть не факт что в этом который с белым с белой голубкой в нем уже не находилась белая это да там кровь мы не знаем то есть мы же не знаем какие были там 7 поколений перейди вот это да там да или элементарно даже взять вот этого же белого песку на который вышел от черного голубя от белого на там и спаровать с белый до голубка или голубем там то есть на его там но если это голубка считаю что голубки по голубке гена передаются этого да там белого голубя другого да и увидите что там будет проявляться черный цвет тоже понимаете то есть гена дорогие мои не по цвету идет ну как как вам сказать но дети похожи как яблоко от яблони далеко не падает в основном так как бы передается гена по самосохранение по мозгам полету по бою да там три часть от красоты там получается то есть ребенок умный талантливо сильный физически крепкий как папа но может быть похож на маму это не говорит что передали с мамина гена нет что-то конечно от мама тоже должно передаваться потому что ну все-таки кровь гена то передается в основном от голуби а кровь то передается 50 на 50 то есть 50 процентов крови передаются от голуби поэтому при паровке при паровке когда вы поруете голубей все время надо обращать внимание именно на голубей главное что у вас голубь был хорошим мать это основное что голубь был хорошим если вы дадите отличную голубку обычного голубя вы не получите отличных птенцов а если вы хорошего до голубя дадите хорошую голубку вы можете получить отличных птенцов то есть настолько да тут отлично он отлично и дают а тут хороший дают отлично понимаете поэтому вот но эти мясо эти вещи там мы тогда надо как бы понимать придерживаться ко всему этому понимаете и почему если вы обратили внимание а вон там этот перепелятник или кто там чеглок летит вот он пошел на балку единственно хищник не спят это вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот видите как зависает на месте вот они зависают на месте потом камнем падает вниз сегодня буквально вот в одноклассников там ну парнишка кинул ролик на это зашел сейчас я поймаю на паузу поставлю друзья мы поймал отсадил соседи позвоню там придется березу да значит ну выставили ролик когда там копчик атаку и там на голубе голуб раз ушел два ушел там промахнулся в общем и там без молодых по моему кстати он ласточки появились вот одна ласточка появилась уже видите вот хэштег появилась и ласточка по 2 ласточка вот она всю жизнь продолжается весь голубей сейчас могут уже сорваться у них свой инстинкт понимаете у них свои синоптики в дикой природе нету такие да там как у нас этих в телевидении синоптики которых еще товарищ стали говорил горит а какой процент то что говорит ваша скажу ноги сбудется на 40 процентов и так вы горит скажите наоборот будет лучше это продаж к синоптиков это да значит дорогие мои я как это да хорошо сейчас я показал чеглок он похож на сапсана для непонимающего человека он похож на сапсана там есть у нас сергей никитин наверное орнитолог который там это да который может никогда голубей в небо не поднимал и никогда хищников не видел в общем реальном деле да ну на словах конечно там птица бомба птица летит хорошая птица только копчик долгий вот это да так вот дорогой мой серёга значит вес чеглока вес чеглока от 120 130 до по моему 300 с копейками самый дохлый самый мертвый голубь самый мертвый голубь он два раза тяжелее чеглока самца основном охотиться самцы самка по моему чеглока где-то грамм 300 под 400 не больше потому что она самки его хищник это до хищной птицы что у сапсана что у тетера там что у чеглока что вы там перепелять не готова лобана самки у них гораздо крупнее чем самцы но самки они не охотники охотники самцы потому что самки всегда сидят гнездах охотиться именно самец то есть не самки охотиться но приблизительно если чеглок взял этого голубя да там где более здорового голубя но это равномерно все серёг вот в одного можешь создать это до целую корову который два раза тяжелее тебя но это глупо понимаете чеглок охотиться на воробей на там но на максимум на скворцов на голубей он не может охотиться ну хотя может у вас уже такие голуби что там ну хотя как то это да там мы видели ворона забирает этих голубей то есть тут уже голубей что их только ленивый не заберет они сами идут ему к на на руку сам и помогает ему до до гнезда долетать у нас но с такими может быть но с нормальной птицы с нормальными голубями что чеглок что перепелятник но поймите физически они не могут их забирает ну пора уже хорош тупеть понимаете пора мозги включить там кое-каком месте да там уж найдите где выключатель находится рубильник где находится где вот там отключили эти мозги короче ну и пусть начинает зарабатывать может это да поймете там что на самом деле это по другому наш еще раз объясняю вес чеглока 130 граммов от 130 граммов весь голубя от 270 граммов начинается то есть он более чем два раза самый дохлый этот голубь здоровее чем этот чем чеглок вы о чем дорогие мои ну если сомневаетесь в этом без всяких тренировок там это да вы же там не чемпиона мира по штангу да ты причем как чемпион мира да даже если чемпион мира ну возьмите там два вашего веса поставьте на свое плечо из центра города или с места работы идите домой отнесите это тяжесть у себя на плечах и посмотрите в физическом состоянии или нет понимаете нет данном случае было молодец голубь голубь увернулся ушел тот ему черкнул да ну или там глупости пишет он молодой он играется брака но в это время дорогие мои нету еще молодых этих хищников сейчас они сидят на яйцах в любой из них которые небе летит ему же второй год понимаете он уже все он уже пару он уже кормит он сам родители каком молодом помидор это как к поговорке да говорит у осла рога не вы не выросли сказали теленок да то есть ну рога то нету значит не корова значит теленок да нет это осел пора вот эти вещи как бы отвечать и выводы делать ну сегодняшнем ролике сегодняшнем ролике да вы знаете от любого моего шороха это птицы от любого движения во дворе хожу это не из тех голубей которые там по трое суток летают там это да но возле них бегаешь баскетбольным мячиком там кидаешься там футбол гоняешь они ходят мимо обходит мячик что там долбит ломит там перфоратором работает они наушники надевает эта птица и ходит спокойно ну летают по сутками там и тут не такая птица здесь от любого шороха эта птица зарывается соскакивает потому что рубильник мозгов у них не отключен нашим все у них порядке каждое движение каждый шорох каждый это там для них имеет значение да и всегда моя птица была в небе всегда и сегодня с утра она была в небе знаете с утра вот я начал там молодежь проверять дали ушли очень хорошо ну что там зелень моих и рачит но на данный момент в небе нет у меня ни одного голубя вот ласточки недавно появились перепелятник тоже недавно я показал на все что есть то и показываю а почему почему голуби не стали летать но почему были на не не пошли что их там весь город у нас закрывал в этот момент туманом черный туманом от черный накрыл полностью но почему они не пошли под этот их не накрыла и они все не пропали ну почему понимаете ну вот почему хороших голубей накрывает а этих не накрывает а может там на самом деле не хорошие голуби может вот этот вопрос зададите были бы хорошие были бы дома то есть они бы не пропали может там не постоянная птица одноразовые птицы вот задавайте себе этот вопрос да там ну почему здесь каждый божий день голуби в небе летают круглый год и выживаю 10-15-20 лет а в других местах один-два раза голубь покрылся все в резке и сидит голубят не даже не в голубят не сидит валеры ну почему да они же отличные летунные они же хорошие голуби супер таких больше нету ну зачем резать и вот представляете ну зачем резать вот поверь на это да представьте момент так вот ребенок талантливый отдали вы его там музыкальную школу все у него слухом все порядке начал уже там музыка вы его раз убирайте закрывать и комнате нет ни к не к роялю ник скрипки ни к чему не подойти все сидит и уже талантливый музыкант и отличный музыка отдали спортзал да там он уже все научился стойку держать или этот все дорогой сидит дома ты все уже ты ты чемпион мира ты самый лучший это да там художник он научился ребенок только учиться там рисовать короче кожи все отобрали полотно кистом то все все ты все ту же рафаэлами туда там айвазовки все там больше нами не надо мы на все понимаем но так не бывает дорогие мои бывает только по-другому сначала учиться чертить потом учиться рисовать плохо рисовать так себя рисовать хорошо рисовать а потом он рисует он уже пишет шедевры пишет картина которой весь мир вас тоже самое спортзале да ну как это понять один-два раза голу пошел вверх и все его взяли закрыли посмотрите каких пескунов буквально да там ближе к весне у меня не стало то есть пескуны которые была сказка зиму все отлетала осталось уже то есть любой из них спокойно уходил от одного сапсана от одного тетера без проблем уходила а вот от двух не могли уж и потому что тот момент когда я всегда говорю да перед паралет прилетом скворцов это самое жесточайшее время когда они работают парами семейства по два по три по четыре копчика сразу можно одного голубя налететь то есть я этот отбор делал то есть мне не было достаточно что он спокойно уходит от одного сапсана для от одного баллова нет нет не устраивало не надо было что ушли от двух от трех понимаете это вот кто спортом занимается у них есть такая да там то есть один против двоих один против троих понимаете там уже цель спортсмена не побеждать этого а просто делает так выживать чтобы его не дубасили его не колбасили там на ринге понимаете то есть вот вот что дает им привилегии преимущества дорогие мои то же самое здесь мне там да шикарные пескуны были ничего и там выход стол треском уже никто и там помните пёры пескун что вытворял там красненький краснохвостый чубатенький пескун как там это да брат его там белый был там в общем много там эти кудулы бы это да это одна гнездка вот этого первого кудула от этот мать у него там когда с крестовина сорвалась две-три минуты выход столб винт и покрылся в точку отец вот сейчас где то есть каких пескунов я это да как бы потерял за эту зиму понимаете но зато те которые выжили то есть не те были хорошие которых копчик забрал или пропали или хрен не знаю что было а вот те которые смогли выживать вот она хорошая те которых ума хватило вовремя соскочить посмотрите у миши гаврилова ролики как у него голуби садятся вон вожди леса рядом лес тетера там уже и вторая пара у него поселилась уже не одна пара работает там нашим то есть все до определенной высоты закрывается и камнем голубят и все вот это мозги понимаете вот это мозги и ничего там многие да вот у нас там столько много человек в лесу живет у других там столько эти да там показывал как у молодых тоже сразу там три тетера атаковали на одного голубя но двое там зацепил горчи залетел пилораму сел на стану на токарный старается да там на токарный левошу но если этот ролик у него одноклассники там найдите посмотрите кому интересно короткий ролик это все реально друзья мои так что вот как бы вот так если знал что вечером небе не будет голуби я все трапы песню все спокойней ночи да тут друзья мои я еще забыл показывать вам это вот на голубка который я войне это да от рыцаря . там голубка челя сидите в порядке но это вот вторая голубка моя который на двух птенцов живые живые маяки маленькие кормить чудо моя . как шабака кушаешься да вот она что такое пределы а это что-то выпрыгнул стильиста дурачок он прыгивает если обратили внимание не заклёвывает их пищал какого размера выпрыгнул не заклевали его надо найти поймать спокойной ночи дорогие мои придерживайтесь делитесь занимайтесь и будет все ништяк